Российские операторы связи пытаются самостоятельно ускорять YouTube для своих пользователей. Об этом пишут СМИ, компании, якобы считают, что официального запрета видеохостинга в стране нет, и ответственность за ускорение они не понесут. Кто тут прав, обсудим все эти вопросы с председателем Совета Фонда развития цифровой экономики Германом Клименко. Здравствуйте. Добрый день, здравствуйте. Насколько масштабно это явление по России и актуально ли оно для Москвы? Потому что мне кажется, что все-таки речь идет о мелких каких-то операторах связи, или я ошибаюсь? Очень разная история, очень разные проблемы, по-разному все происходит. Здесь деятельность операторов, она как раз пытается, многие обойти эту историю, многие пытаются, ну вы знаете, сейчас идет там, и продажа Wi-Fi роутеров с VPN уже включенным. Но операторы, на самом деле, сейчас единственный способ, наверное, улучшения доступа к YouTube, это расширение каналов связи, потому что замедление приводит к тому, что пользователи начинают ставить себе VPN, забиваются каналы связи, их нужно расширять, покупают зарубежный трафик, покупают межсетевой. Но еще раз хочу подчеркнуть, что YouTube не запрещен. Поэтому, соответственно, действия операторов формально для того, чтобы ускорить доступ именно к YouTube, ну по идее, являются не то, что незаконными, да, то есть они даже являются естественными. И, наверное, единственный способ – это выход на контакты с Google напрямую и установление прямых отношений, минуя сервера гугловские, устанавливая свои какие-то программные продукты для своих пользователей, делая доступ к YouTube, ну, условно говоря, более упрощенным. Насколько это будет эффективным, покажет время, за вот прям за это короткий диапазон времени сказать невозможно спрогнозировать, но в этом направлении компании двигаются, потому что пока запретов никаких нет. – Может ли каким-то образом государство, правительство отреагировать на вот эти действия провайдеров, ну, то есть и каким-то официальным теперь уже запретить тогда, может быть, YouTube? – Ну, вы знаете, это же вопрос отношения к тому, что происходит. Происходит ли действительно деградация серверов, да, тогда, в принципе, чего государство вмешивается? Если это действительно замедление, как нам обещали наши депутаты, да, просто оно такое, знаете, техническое, неформальное, то вопрос заключается в том, какие цели ставят перед собой это тестирование, потому что, как я понимаю, идет тестирование возможности того, что наши ресурсы типа Рутюба и ВКонтакта справятся с трафиком, как поведут себя люди, как поведут себя пользователи, и в этом случае, да, наверное, будет принято какое-то решение через, там, время, месяц-два-три, что, да, если мы забаним YouTube, то, а, не пострадают каналы связи, б, люди, условно, не выйдут на улицы. Это если мы говорим про тестирование. И тогда YouTube будет запрещен, и тогда все наши действия по обходу, тогда уже будет блокировка, естественно, да, так как это происходит с запрещенным Facebook и запрещенным Instagram, и, в принципе, будут все те же самые проблематики. Пока предсказать, по какому пути пойдет, на самом деле, вообще невозможно, поэтому провайдеры, кто как умеет, развлекается с улучшением доступа к пользователям, потому что пользователи склонны менять мгновенно сейчас провайдеров с целью улучшения доступа, потому что очень многие пользуются YouTube, даже не зная, что они им пользуются, просто на телевизоре кивают, и все, а сейчас звонят и говорят, у меня телевизор не работает. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, месяц-полтора, мы поймем, куда все дальше пойдет. Пока на текущий момент можно говорить только о том, что часть провайдеров пытается облегчить судьбу страдающих, а и часть производителей сервисов VPN пытается распродаться пошире, продавая роутеры с уже предустановленным доступом к YouTube через сервисы VPN. Ну что ж, спасибо. Спасибо вам за комментарий. Председатель Совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко был в нашем эфире. Обсуждали новость о том, что некоторые провайдеры связи в России помогают своим пользователям смотреть нормально YouTube. Субтитры создавал DimaTorzok